Суточная гонка на бельгийском автодроме Spa-Francorcham стала настоящей жемчужиной нынешнего чемпионата по гонкам на выносливость. Сразу уточним, что она закончилась победой экипажа Ника Тенди, Эрла Бамбера и Лорана Ванхора, поочередно управлявших Porsche 911. Автомобиль немецкой марки выиграл знаменитые соревнования во второй раз подряд. Автором победы оказался Ник Тенди, он занял место за рулем, когда до финиша оставалось около 4 часов, а экипаж находился на пятой позиции. Но дальше пилот совершил почти невозможное. Реализовав несколько обгонов, британец умело возглавил пилотон. И это несмотря на проливной дождь, накрывший трассу. На самом деле трио, взявшее золото, могло потерять победу за считанные минуты до финиша. За полтора круга до появления клетчатого флага гоночный Porsche начал терять масло из-за поломки трансмиссии. Однако выносливости машины хватило, чтобы опередить ближайшего соперника на 4 секунды. Этим соперником оказался экипаж на Audi, следом за которым приехали пилоты еще одного Porsche. Но куда важнее другое. В марафоне участвовали четыре пилота из России, при том двое имели шансы на призы. Так, за пару часов до финиша экипаж команды SMP Racing, в котором Сергей Сироткин ассистировал Мигелю Малины и Давида Ригону, занимал третье место. Слабым утешением служит то, что возможный триумф обрушил один из конкурентов. За 15 минут до финиша Мигеля Малину ударил соперник, повредив заднюю часть машины. На этом экипаж SMP Racing был вынужден досрочно завершить гонку. И в итоговом протоколе он расположился только на 19-й строчке. Экипаж команды AKKA ASP, в состав которого входил казанец Тимур Богуславский, вообще долго лидировал, однако сошел гораздо раньше своих земляков. Впрочем, по итогам гонки Тимур, возглавлявший перед этим уикендом общий зачет, сумел сохранить лидерство. И это обостряет интригу перед финалом. В итоге лучшим из россиян стал Леонид Мощицкий, выступавший на Ламборгини. Его экипаж доехал 15-м. Скорее всего, российские гонщики полным составом отправятся на четвертый и заключительный этап сезона – гонку тысячи километров поле Рикара, которая состоится в середине ноября на одноименном автодроме во Франции.